в этом выпуске я вам расскажу о новом плане россии который поможет избежать дефолта в стране друзья приветствую вас на моем канале и мгновенно переходим к теме и так россия планирует создать механизм выплаты по облигациям чтобы обойти санкции сша и избежать возможного дефолта поскольку истекает срок отсрочки по последним не выплаченным купоном это предложение позволит иностранным инвесторам открывать счета в российских банках как в рублях так и в твердой валюте и в отличие от прежней платежной системы инвесторы смогут получает доступ к средствам без ограничений как многие из вас знают россия вновь начала отсчет дефолта поскольку по состоянию на конец предыдущей недели купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов еще не поступили на счет иностранных инвесторов а это значит что фактически это привело к началу 30-дневного льготного периода переводы были осложнены на прошлой неделе когда казначейство сша разрешила истечь сроку действия санкционной лазейки запретив американским банкам и частным лицам принимать платежи по облигациям от российского правительства следующая серия платежей на сумму около 400 миллионов долларов которые должны быть произведены в июне будет осуществляться вне западной финансовой инфраструктуры также предлагаемая структура представляет собой обратное изображение того как европейские страны в настоящее время платят за российский газ вот как это происходило при расчетах за газ мы с вами получаем валюту потом она конвертируется в рубли механизм расчетов по еврооблигация будет работать также но в обратном направлении и данный план пока еще обсуждается в правительстве после чего он будет представлен инвестором и будет готов до следующих бонов то есть 23 и 24 июня если рассуждать более консервативно то в отличие от поставок газа получение процентных платежей по облигациям в большинстве случаев может быть не столь критичным поэтому если взвесить все за и против держатели могут выбрать более консервативный подход и на данный момент инвесторы следят за своими счетами чтобы узнать о платежах в долларах и евро которые должны были быть произведены в предыдущую пятницу затем внимание переключится на конец следующего месяца два платежа подлежащие оплате 23 июня содержат положение позволяющие обслуживать в евро фунтах стерлингов или швейцарских франках их условия также предусматривают что средства будут размещены в местном платежном агентстве днем позже то есть 24 июня наступает срок выплаты 159 миллионов долларов которые могут быть выплачены только в долларах через подразделение банка джейпи морган в качестве иностранного платежного агента и мое мнение по такому плану как мне кажется вряд ли сработает для большинства иностранных инвесторов процедуры открытия счета в российском банке может оказаться слишком сложной и только самые крупные институциональные инвесторы смогут справиться с этой задачей но также они могут столкнуться с репутационными рисками и рисками нарушения санкций при работе с российскими контрагентами и на этом ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал кто этого еще не сделал увидимся с вами в следующем выпуске всем удачи всем пока